Кто свалит Путина, тот не попадет в открытую часть досье. Это четкий сигнал обществу. Забудьте вы про эту хрень, называемую выборами. Ходить на выборы, брать в руки бумажку с портретом сообщения. Постановление, которое пробил тогдашний вице-премьер и министр экономики Оринсон, со своим другом Косовым, в котором они узаконили взятки. Ну Яше очень хотелось распилить денежки. Ну просто вот у него руки тряслись. Понимаете, мы не можем вернуть назад приватизацию. А вот осудить за нарушение приватизационных законов еще как можем. Вот мы быдло, а они элита. Поэтому мы законам подчинены, в том числе тем, которым они пишут. А они нет. СССР это был единственный реальный случай, реализованный лево-консервативного общества. Китай очень специфическая форма. Сейчас он перейдет на, я же сказал, национал-социализм. Это будет фашистское государство. Лет через 10-15 призрак коммунизма вернется. И будет очень живенько. Мы носители альтернативного экономического языка, на котором можно написать будущую экономическую модель. Доказательство этого то, что мы написали модель кризиса. Итак, рад вас снова приветствовать в нашем Политкафе. И тут же могу сообщить, что у нас долгожданный гость, которого мы хотели пригласить уже целый год. И, наконец, это случилось. Михаил Хазин. Здравствуйте. Ну, прежде всего, у меня вопрос ко всем. А что бы вы, собственно, хотели услышать? Очень многое мы хотели услышать. Целые списки вопросов были присланы сюда. Возможно, появится даже видео вопрос. Сейчас попробуем это сделать. Но по тем темам, которые вы неоднократно затрагивали или вскользь затрагивали в ваших выступлениях. Но вопрос очень простой первый. Вы сказали, что недавно слышал, что наша элита решила, часть, точнее, нашей элиты решила, что пора валить. Причем не из страны, а пора валить Путина. Как-то очень напряженно это слово воспринимается. Но это не она решила, это за нее решили. Принято же новые санкции, в которых написано, там, к началу февраля выдать все данные. Ну, а дальше, очевидно, совершенно неявный сигнал. Кто свалит Путина, тот не попадет в открытую часть досье. А кто не будет валить Путина, тот, соответственно, попадет. Тут как раз все очевидно и понятно, даже не очень интересно. Другое дело, что тут есть целая куча разных странных событий, которые происходят в последнее время. И они куда более интересные, чем вот эти вот. Ну, например, у нас произошло за последние, там, не знаю, две недели выборы в Австрии, выборы в Чехии, выдвижение Собчак и 19-й съезд Коммунистической партии Китая. Вот кто-нибудь понимает, что это, на самом деле, одинаковые события по тому, как бы, базовому тренду, который они описывают? Ничего подобного. Она как раз вот точно вписывается. Ну, попробуй объяснить. Значит, мы живем в либеральном обществе. Вся модель либеральная. Вся политология либеральная, все месседжи, которые идут из таких более-менее крупных источников, они либеральные. Но люди бывают разные. Вот те, кто жил в СССР, ну, условно говоря, кто успел в СССР вступить в комсомол, то есть которым было к 91-му году, ну, условно говоря, лет 16. Вычтем, получим, кто родился до 85-го года. Не 85-го, а 75-го. А это люди, у которых осталось, пусть фантомное, но ощущение имперско-консервативного понимания мира. Знаете, вот если человеку руку отрубить, то руки нету, а в голове ощущение руки еще есть, и оно никогда никуда не денется. То есть я просто знаю людей, которые мне рассказывали, что через 20 лет после того, как им ампутировали ногу, у них полное ощущение, что на ноге, там, на пальце слезает ноготь. Ну и так далее. Вот. И это ощущение очень сильное. Оно, кстати, не только у нас. Оно есть, безусловно, в Китае. Там, правда, немножко более сложно, хотя там тоже, да, у молодежи это ощущение все равно есть. Потому что базовые-то остались сигналы, но, тем не менее, имеется и сильно либерализованное, либерализированное. В общем... Либерализированное. Да, прислоняйте правильно. Молодежь. А на Западе, там очень интересная картина. Вот если смотреть на людей западных, то они чем отличаются? Если отрезать руку, то фантомный образ остается. А вот если до возраста полового созревания кастрировать, то ощущения нету. Оно просто не возникает. И люди, выращенные в рамках либеральной модели, они не понимают, что такое консервативное имперское мышление. То есть они этого просто не видят. Ну, условно говоря, как люди, есть люди, которые цвета не видят некоторые. Там сложная картина, есть разные варианты. Но вот им что-то объяснить очень сложно. И по этой причине сигналы, которые идут оттуда, и сигналы, которые у нас, они немножко разные. Потому что у нас можно просто ориентироваться на эту имперско-консервативную, фантомную часть. А о молодежи мы сейчас не говорим. С молодежью отдельная тема. Потому что среди них есть люди, которых, условно говоря, родители воспитали. А есть люди, которых родители воспитать по каким-то причинам не сумели. И они несчастные. Ну вот послушайте эхо Москвы. А об эхо Москве я отдельно скажу. Да. Значит, так вот. Когда у вас начинают объяснить либералу, что нечто происходит по причинам, так сказать, имперско-консервативным, невозможно. Он говорит, это не аргумент, это не серьезно. Вы предъявите мне причины, в смысле либеральные причины, в рамках либерального дискурса. Если в рамках либерального дискурса причин нет, то в его понимании это явление выносит иррациональный характер. И скорее всего является признаком, ну например, чьих-то происков. Сразу возникает конспирология. Это потому, что там кровавая гобня, руководимая тираном Путиным, насильно вменила вот такую вот идиотическую позицию абсолютно алогичную. Так вот, а модель-то рассыпается, либеральная. Это, правда, причины не политические, а экономические. Об этом я еще тоже скажу потом. А модель рассыпается. И по этой причине реакция очень странная. Что произошло в Австрии? Там победили консерваторы. Да, они, конечно, либеральные консерваторы, что немножко смешно, потому что либерализм и консерватизм это противоположная часть. Вот как левые и правые, так и либералы и консерваторы. Это противоположные. Но у нас победили консерваторы в рамках либерального дискурса. А выглядит это странно, потому что они не могут внятно сформулировать свою позицию. И говорят, мы против. А против чего? Ну, непонятно. Мы же не можем быть против либерального дискурса. Мы-то можем открыто сказать, что либерализм подыхает. Что это, соответственно, человеконенавистническая, сатанинская религия. Которая, ну, даже не религия, а как бы вот это. Которой нужно бороться, ее там к ногтю прижать. Культ. Культ. Ну, неважно, ну, как это. Сатанизм, он и есть сатанизм. Но проблема состоит в том, что у них так сказать нельзя. Им надо объяснять. Была смешная очень история. Я был в Берлине на какой-то конференции, которую организовывал тогда еще глава РЖД Якунин. Ну, или он там принимал участие. И он там что-то сказал, а это было буквально через несколько дней после того, как Евровидение выиграл этот... Ну, австрияк. Бородатый. Да. Который из себя строит бородатую женщину. По имеющимся у меня данным, это чистая игра. Вот. Но я могу и ошибаться. Не ошибайтесь. И, соответственно, Якунин что-то по этому поводу сказал. И это вызвало бешеное возмущение. Все, грубое. Каждый немец сказал, как бы бился опять в грудь и кричал, я немец, я должен сказать, что это нельзя критиковать, это святое. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. А потом, соответственно, были там сессии, я решил, что надо тоже на эту тему выступить. И я сказал, что, ребят, давайте смотреть на жизнь трезво. А Евросоюз сегодня живет за счет экспорта в США. Как только в США происходит экономический кризис, в бюджете Евросоюза и всех стран Евросоюза образуется дырка, большая, которую можно компенсировать только за счет торговли. Либо с Россией, ну, Евразийским союзом, либо с Арабским миром. Вот для того, чтобы вы не совались в Евразийский союз, вам придумали Крым. А для того, чтобы вы не могли дружить с Арабским миром, вам организовали вот это вот. Меня не интересует, что вы считаете это правильно или неправильно. Но для Арабского мира это невозможно. То есть Арабскому миру четко продемонстрировали, что вы, ну, как бы, не рукопожатны. И вот этот аргумент они поняли. Вот это они поняли отлично. Так вот, возвращаясь. Чехи пришли к власти люди. Предыдущая правящая партия в трудом вошла в парламент. А к власти пришли люди, которые говорят, а нужен нам вообще Евросоюз-то со всеми его хренациями, включая миллионами беженцев. Напомню, во всей Чехии живет чуть больше 10 миллионов человек по переписи. А на самом деле, может и меньше, потому что, может быть, пара миллионов там где-нибудь в Германии сидит. А оно нам надо, при этом... Партия называется, насколько я понимаю. Их там несколько партий. Нет, вы сказали, оно нам надо, оно это партия. Оно это партия? Ну, хорошо. Вот, значит, любой здравомыслящий человек понимает, что маленькая страна в современной экономике может жить только если она присосалась к какому-то большому рынку. Если не Евросоюз, то что? Евразийский союз? То есть, де-факто, не явно, но де-факто, они намекают, что надо идти не налево, а направо, не на запад, а на восток. Это такое сильное заявление. Я напомню, что премьер-министр Венгрии Орбан об этом открыто сказал несколько лет тому назад. Экономическое будущее Венгрии не на западе, а на востоке. Теперь Коммунистическая партия Китая. Впервые со времен Мао Цзэдуна имя Си Цзиньпина будет внесено в устав Коммунистической партии. Репортажи китайские съезда КПК крупным планом показывали только Си Цзиньпина. То есть, если раньше он был первым среди равных, то теперь он первый без всяких ограничений. А равных больше нет. Что это означает? Это означает, что всякого рода намеки на западную демократию и либеральный дискурс идут лесом. А теперь давайте смотреть, что у нас. У нас же ключевой элемент, что мы строим демократию. То есть, мы должны выбрать правильных людей, которые будут принимать правильные законы. В этом, да, при этом имеется в виду, что это демократия управляемая. Имеется в виду, что партии должны быть обязательно либеральны, желательно. Если они не либеральны, их надо там истреблять, смешивать с грязью и т.д. Но это не важно. Есть исторические архетипы консервативные. И русские, и исламские. Что если человек представляет общество, он должен быть обществом уважаемым. Вспомните депутатов в советское время. Туда выбирали людей, которых люди уважают. За разные вещи. За то, что они хорошие спортсмены. За то, что они хорошие производственники. За то, что они большие ученые. За то, что они там еще кто-то, актеры. Но уважали. А теперь нам что демонстрируют? Это что? Это четкий сигнал обществу. Забудьте вы про эту хрень, называемую выборами. Это клоуны, которые играют в клоунские игры. И 98% уважающих себя людей на это даже смотреть не должны. Но так жизнь сложилась, что это нам нужно иметь. Ну никуда не денешься. Ну вот так вот. Все. И больше ничего. Обращаю ваше внимание сразу же. Я не знаю. Те люди, которые в администрации президента придумывали направить Ксюшу Собчак. Они эту модель видели или нет. Потому что скорее всего они размышляли на эту тему именно в либеральном дискурсе. То есть они размышляли на тему о том, как в рамках либеральной политтехнологической схемы максимально уконтропупить так называемую либеральную оппозицию. Но в результате получилось то, что получилось. Насколько я знаю Путина, он это не мог не видеть. И поэтому дал свое согласие на этот концерт. А теперь обратите внимание, вся вот эта вот глубинная интеллектуальная либеральная Шушера еще 90-х годов, начиная от придурка Славы Иноземцева и кончая, соответственно, Малошенко, а кто-то говорил про Таню Валю, что чуть ли не Юмашев пойдет начальником штаба, все побежали к Ксюше. Почему? Потому что они понимают, что единственный их шанс остаться общественно значимыми фигурами, это придать Ксюше Собчак ну хотя бы какую-то общественную значимость. Потому что иначе, все, до свидания. Больше вы уже не сможете объяснить людям, что ходить на выборы это важно. Ходить на выборы? Брать в руки бумажку с портретом сообщения? Ну может быть не все так просто. Я сейчас говорю не о сложных конструкциях, которые еще будут выстроены, а я говорю о некотором таком, о базовых архетипах и о базовых тенденциях. Перед маленькой технической паузой, которую мы сейчас попросили, маленький уточняющий вопрос. Вот тот же самый иноземец, который вы сейчас только что упомянули, он официально практически пишет о том, что зачем нам суверенитет, если мы не имеем... Давайте договоримся сразу. Я придурков не комментирую. Хорошо. Я не про него говорю. Я знаю Славу Иноземцева много лет, и вот знаете, когда мне объясняют, что он сказал что-то умное, я как Станиславский своим друзьям Немирующим Данченко говорю, не верю. В данном случае он был выразителем всех этих товарищей. Тогда назовите мне более-менее адекватный источник. А там у нас большие проблемы с адекватными источниками. Тогда что обсуждать? Хорошо. С какой программы они пойдут? Просто на чистом... Да какая разница? Нет разницы. Понятно, это есть ответ. Ну смотрите, да, ну вот, ну условно говоря, да, ваше ощущение, да, вот смотрите, вы, вы сидите на кухне. И вдруг вы видите, что у вас по стене ползет какая-то, а ну хорошо, просто бежит крыса. При этом вы видите, что у крысы на спине чего-то там, буквы какие-то. Вот вы будете эту крысу ловить, чтобы потом внимательно рассматривать, что у нее на спине написано. Самое ужасное, что некоторые будут. Это их проблемы. Ну пускай. Вот смотрите, да, вот я сейчас, вот сейчас мы вернемся к эху Москвы, да. Я много лет знаю. Приношу прощения, возвращаемся к эху Москвы. Я много лет знаю Таню Фельгенгауэрда, дай бог здоровья. Но я также много лет знаю, собственно, эху Москвы. Значит, обращаю ваше внимание, что они в последние годы пребывают в состоянии, как системно, глубокого несчастья. Что вы имеете в виду? Они видят, что окружающий мир движется не в том направлении, которое им нравится. И они в результате у себя создали такое вот пространство глубокого несчастья. И это у некоторых проявляется меньше, у некоторых больше, но это проявляется. А есть такой термин в криминологии – виктимность. Вот человек, который, условно говоря, не вписывается в мир и ведет себя неадекватно, он всегда провоцирует в отношении себя некую агрессию. Да, разумеется, источником агрессии являются очень часто лица совершенно, ну как бы, антиобщественные. Но вот, да, акула нападает на больную рыбу, хищник нападает на больную особь, ну и так далее. И вот эхо Москвы – это такое вот, такое место, которое такого рода психов неминуемо привлекает. Ровно потому, что они ощущают вот эту вот ауру, да, неадекватность. Вот в 90-е годы этого не было. Цинизм был, да, продажность была, ну там все как полагается, да. Журналистика, как известно, первая древнейшая профессия. Но вторая… Нет, первая. Есть две представители первой древнейшей профессии. Вот, значит, так вот, вот это ощущение, ну я не знаю, я просто, я там завтра, нет, послезавтра там буду, но я просто вот вижу. Да, вот я вот, вот я вижу. Не только вы. Может быть, но я просто говорю, что это вот… Но им там очень комфортно в этой виктимизации. В чем здесь это? Их внутренние ощущения могут быть очень комфортные. Я же говорю о сигналах, которые они в среду, это же не их внутренний человек пришел. Это пришел их слушатель. Вот я про это и говорю. Они комфортно с ними себя ощущают. В чем десерт. Еще раз повторяю, это человек, который вот как бы силу своей, ну понятно же, что он в неадеквате тяжелом. Вот, что он, соответственно, туда пришел. Почему он выбрал Таню, это отдельная тема, она как бы не имеет к нам никакого отношения. Вот, одно только понятно, да, что судя по его психиатрии, он выбрал девочку, а не мальчика. Хотя представитель западного мира мог бы и мальчика выбрать. Вот, но это, в общем, центр, да, который вот распространяет такие сигналы. Ребята, все плохо. Так вот, аналогичная ситуация сегодня начинается на Западе. Все плохо, все плохо, все плохо. Классический образчик, хотите, я вам приведу еще один пример Тани Фельгенгауэр. С точки зрения реакции такой вот специфической, да, это реакция целой кучи маньяков на Дональда Трампа. Он не, как бы, еще не сумел повернуть эту машину в нужном направлении, то есть от либерализма к консерватизму. Но он туда явно тянет и довольно большое количество людей пытается загнать вот в это вот поле глубокого несчастья. Они его начинают ненавидеть. Тут, ну, там, психиатрия немножко разная, но смысл тот же самый. Мы находимся сегодня в ситуации радикальной смены мира. Я очень хорошо помню, грубо говоря, старых директоров, старых сотрудников Газплана, которые в начале 90-х там отводили меня в угол и говорят, что они делают, зачем они все ломают, зачем они все портят. Ну, это же невозможно, они больные. А я им говорю, ребята, вы не понимаете, их вообще не волнует вот это все. Их не волнует ни страна, ни люди. Как там Чубайс говорил, 30 миллионов сдохнет, и слава богу, да, они не вписались в рынок. Примерно так. Примерно, ну и так далее. Ну, я просто знаю людей, которые от него эту фразу в частных разговорах слышали. Там пришло 15 миллионов не вписавшихся в рынок. Нет, нет, значит, нужно понимать, что были фразы, которые там Гайдар говорил в эфир, а были как бы вот то, что вот эти люди говорили в кулуарах. Значит, так вот, а я им все время говорю, ребята, вы не понимаете. Их волнует только одно. Они хотят, чтобы наша страна была перестроена под либеральный дискурс. И больше ничего. Если при этом нужно, чтобы умерло из 150 миллионов человек 140, в чем проблема? Ну, в чем проблема? Они не вписались в рынок. На секунду сноска. А зачем им-то это нужно? Вроде бы все они уже получили от жизни. Или там что-то технологическое. Смотрите, да, люди, я же вам рассказывал, да, с ними произошло, как бы их кастрировали в детстве. Нет, ну Чубайса-то не кастрировали же. Чубайса. В Комсомоле был? Нет, Чубайс отдельная тема. Значит, есть просто холодные циники, которые хотели много денег, карьеры и власть. Ну, сейчас они что-то еще хотят. Сейчас они жить хотят. Поясните, интересно. Ну как? Смотрите, да, это люди, которые связали свою жизнь с либеральным дискурсом. Либеральный дискурс заканчивается. Они помнят, кем стали всесильные там секретари райкомов, секретари обкомов и даже члены политбюро уже к 93-94 году. Никем. Гришин умер в очереди за пенсии. Ну, Гришин там... А вы знаете, что он хотел в райсобесию? Не знаете? Нет. А я вам объясняю, что Гришин был на протяжении, ну сколько он был, 65-го года, да? 20 лет членом, как это называется, при Московский военный округ, военный совет. Ну да. И он имел право на пенсию генерал-полковника. Он пришел оформлять пенсию генерал-полковника. Вот. Значит, вся проблема состоит в том, что они видят, что вот та модель, на которую они заложились, тогда она начинает сыпаться. И это ужас, ужас, ужас. Они видели, что происходит. Они что будут через 5 лет стоять, соответственно, в очередях в районных поликлиниках, которые они же разорили? И, соответственно, в собесах вы могли увеличивать себе пенсию с 7 тысяч рублей до 8,5? Ну а что? А что еще? Им уже объяснили четко, все, что украдено и вывезено, будет конфисковано. Все, что осталось здесь, будет тем более. Ну как бы придут молодые волки, которые все отберут. А у них же нету легитимности. Они, собственно, кто такие? Жулики, воры. И что им делать? Ну вот что им делать? У них начинается истерия. Что делают? А зачем эта либеральная команда наезжает на Трампа? Да по банальной причине. Потому что все они находятся на содержании банков. А банки могут выжить только при условии, что ФРС возобновит эмиссию и будет им давать денег. А в Белом доме сидит Трамп, который говорит, реальному сектору денег дам, а банкирам не дам. И что эти все останутся без денег, что они будут делать? Представляете себе, человек, который привык. Я сейчас даже не говорю про бенефицаров, а просто про работников. Вот сидит такой человек, который привык получать 200, 250, 300, 350 тысяч долларов в год. У него там все причиндалы этой самой жизни. И вдруг ему говорят, парень, ну давай иди там, 20 тысяч в год, ну 25. Он же ничего не умеет делать, вообще ничего. Вообще ничего. Ну я не знаю, вы выпускников высшей школы экономики видели? Ну на общем фоне иногда я не за них. Но на общем фоне там они хотя бы часто что-то знают. Я не про экономистов говорю. Я-то про экономистов. Когда с ними начинаешь разговаривать, задаешь им вопрос. Чем отличается кредитная эмиссия от денежных? Глаза вытрашивают. Ребята, еще. Вообще кто? Чем вы занимаетесь? Откуда вы взялись тут? Прости, господи. Не знают. Не, ну там вообще на самом деле очень смешно. Я потом расскажу немножко про, как это все преломляется. Да, но выглядит это все совершенно феерически. Ну тут есть экономист Михаил Леонидович Казин, который в то же время говорит, что наши банкиры во главе с Центробанком стыбзили примерно триллион долларов. Четыре триллиона рублей. Я знаю, что на открытие они выделили триллион рублей. И сейчас они собираются еще выделить. И вот они ничего, такое впечатление, что не боятся. Ни потом, ни через четыре года. Вот такой вот странный силлогизм получается. С одной стороны, вот то, что вы... А что вас, собственно, удивляет? Ну вообще ничего не... А Чубайс не боялся делать приватизацию? Так он и пока и при... Вот, вот эти считают, что тоже, что им можно. Вот, соответственно, Ротенбергам нельзя, а им можно. Ну я не понимаю, вы читали «Лестницу в небо». Мы же книжку написали, в которой подробно объяснили, что элита не подсудна. Она вообще не подсудна, в принципе. То есть судить представителей элиты запрещено. Но есть промежуточный слой, да, то есть, ну грубо говоря, периферия элиты, которым запрещено совершать жестокие преступления, там, убийства или особо циничные. Ну я не знаю, вы что, не читали, что ли, про премьер-министр Великобритании Хита, которому поставляли детей из британских детских домов, чтобы он их насиловал и убивал? Ну и не читали, что ли, я не знаю. Нет, не читали. Ну, знаете. А то же самое в Латвии и в Литве. А Влад, что? В начале 70-х. Хит совсем недавно был. Нет, он умер совсем недавно, 71-74 год. А более того, я даже у себя в журнале разместил ссылку на соответствующую статью из Фейсбука. Вот. Ну, почитайте. Да, сейчас мы займемся этим. Ну, это как бы известная штука. А у нас что происходило в 90-е годы? Ну, почитайте такие, знаете, неформальные материалы, например, про Невзлина. Много нового интересного узнаете. Ну, там уголовное дело вроде по нему заведено. Я специально... Сейчас говорю, почитайте. Так вот, нужно понимать, что если вот ты вошел в Литу, то ты не подсуден. Но если ты из элиты вышел, вообще из настоящей элиты выйти трудно, но в нашей стране можно. Если ты из элиты вышел, то тут же все вспоминается. Потому что остались родственники, остались друзья, остались обижены. И говорят, а вот смотрите-ка, а почему вот это не рассматривалось дело 8 лет тому назад или 15 лет тому назад? Они все прекрасно понимают, что им придет конец. Причем в натуральном смысле. Я прошу прощения, типичный совершенно пример. Вот тут вот история с товарищем Браудером. Ну, так получилось, что я немножко знаю про товарища Браудера, чуть-чуть больше, чем некоторые другие. В силу того, что вся эта команда, включая Магнитского, работала у одного моего хорошего знакомого. Он сейчас, правда, у него проблемы, поскольку он отсудил у Икеи миллиард долларов, а потом решил еще немножко отсудить. Икея, судя по всему, натравила на него коррупционных силовиков. Но неважно. Так вот, Браудер Жулик. Вот эта вот шайка жуликов, которая приехала к нам воровать и грабить в 90-е годы. Ну, вот, ну, я не знаю, ну, читайте, да, о Генри. Как там, Энди Таккер и, значит, второй, да. Благородные. Малыш. Да, да. Значит, благородные жулики. Вот эти ребята и приехали к нам в 90-е годы. И один из них это Браудер. Ну, только у него, как это там, у Генри один из героев говорит, что я уж, если я, я обязательно, если я у какого-нибудь фермера, да, беру деньги, я им обязательно что-то должен дать взамен. Хотя бы свинцовый слиток, покрытый золотом. Ну, потому что вот я благородный жулик. А эти неблагородные, да, они вот просто брали и все. А вы меня простите, вы себе представляете, что это такое, да, когда есть человек, у которого есть прямой доступ в кабинет министра или тем более вице-премьера. Ну, он вам может много чего наворовать. Вот они вот все и приехали шайкой американской. Некоторые из них очень успешные. Много наворовали. И Браудер наворовал много. А дальше ему нужно было, при этом он-то знал, что это ворованное. И ему нужно было придумать схему, при которой он бы мог прикрыться политикой. Типа, это не я нехороший, а я жертва этих вот кровавых кабинетов. И они Магнитского сдали в чистом виде. Он должен был стать таким символом и жертвой. Они не учли только одного, что список Магнитского стал элементом политического противостояния либеральной группы Вашингтонии и России. И по этой причине, когда у либеральной группы начались проблемы с приходом Трампа, то люди, которые, грубо говоря, за Трампа, стали думать, а как бы наехать на этих гадов? А вот смотрите-ка, а вот мои материалы по Браудеру, смотрите-ка, Россия в Интерпол представила. Смотри, абсолютно такая нормальная фактура, никакой политики. А понимаете, чем закончится для Браудера, чем это может закончиться через пару-тройку лет? Ну, ему пока дали обратно визу. Причем десета. Сегодня дали, завтра отобрали. Это же не акт, это процесс. Закончится он чем? Ну вот, а этот Перец, который придумал историю с Полунием, с Литвиненко, как он жизнь закончил? Нехорошо. Зарезался двумя ножами? Две невидимые руки рынка, да? Ну почему, было еще самострел тремя пулями в голову. Ну вот, понимаете, да? Это же со всеми может быть. Им это совершенно не нравится. И куда, как это, куда податься бедному крестьянину? А вот последний вопрос, прежде чем передать залу. Вы пишете книгу о моделях будущего. Что это за книга? Нет, я не о моделях будущего. Это таинственно. В моделях прогнозов будущего. Нет, я пишу книгу по экономике. Я не пишу о прогнозах будущего. Я пишу книгу об экономике. О будущем мы поговорим еще немножко. Но это чуть-чуть позже. Это в конце. Хорошо. Есть ли вопросы какие-то? Да, вот вопрос. Фамилия, имя. Михаил Леонидович Дубрович, Дмитрий Морозов, предприниматель. Вот, как известно по теории Гумилева, США вошли в фазу надлома. Вот переживут ли они ее вообще? Как они из нее выйдут или вообще исчезнутая страна? Можете какую-то... Я в этом смысле не считаю, что теория Гумилева имеет какое-то отношение к жизни. Соединенные Штаты Америки, они в данный момент являются базовой стороной западного глобального проекта. Умирает сам проект. Умирает он по абсолютно естественным, объективным причинам, которые не имеют никакого отношения к нации американской. Он умирает. Адам Смит еще это описал, потому что концентрация рынка достигла масштаба, при котором дальнейшее углубление за счет расширения невозможно. Точка. Все. Больше эта штука не работает. Соответственно, элита проектная ликвидируется. А народ американский никуда не денется. Более того, американский народ тут вот Трампа избрал, что свидетельствует о том, что он совершенно в состояние надлома не входит, а наоборот, соответственно, очень адекватно разобрался в том, что происходит. У него действительно прошло расслоение, если уже не так было, если вы были раньше. Ну, хорошо, расслоение произошло по другой причине. Это вот проблема среднего класса. Я сегодня написал текст, ну, небольшой такой, страницы на две с половиной, три, в котором, как бы, очередной текст к юбилею Великой Октябрьской социалистической революции, в которой объясняю, что на протяжении практически ста лет была поставлена и решена задача ликвидации пролетариата как класса. Но в результате этого кризиса возникнет новый класс, кстати, численностью сильно больше, чем пролетариат, людей, у которых нет ничего, кроме своих рук. Это вот остатки бывшего среднего класса. То есть это люди, у которых есть образование, ну, какое-никакое, у них есть понимание, что такое закон, что такое права человека, и уж этому-то их выучили. И при этом вообще нету источников дохода, никаких. Их выгоняют из жилья, они не могут найти работу, и что им делать, куда и податься бедному крестьянину. Так что вот так. Но есть одна маленькая проблема. Разговор о том, что США и Запад загнется в том или ином варианте, идут довольно давно, особенно после 2007 года. Там, может быть, работают какие-то, это может быть самый худший сценарий, и работают какие-то демпфирующие механизмы, которые вот подобные... Я не очень понимаю слово «загнется». Я описываю с 2000 года некий вполне конкретный механизм. Собственно, его и Маркс описывал. Только Маркс это называл уровнем обобществления производства. Капиталистическое общество развиваться может до тех пор, пока возможно расширение рынка. Именно поэтому, кстати, вот это очень важная вещь, которую многие не понимают. Революция 17-го года и последующие события шли не по теории Маркса. Они вообще как бы... Опытка реализовать марксовскую концепцию в 17-21 годах привели к полному хозяйственному хаосу. Пришлось сначала делать НЭП, а потом строить нечто новое, что к теории Маркса не имело никакого отношения. Почему? Потому что по теории Маркса нужен был уровень обобществления производства сильно выше, чем тот, который был. Это однозначно следует из того, что в мире было несколько независимых систем разделения труда, капиталистических, которые друг с другом конкурировали. Была британская, германская, американская и японская. Они друг с другом воевали. И, собственно говоря, единые рынки стали только после 1991 года. Вот после этого мы вошли в тот мир, который описывал Маркс. И еще тут тоже, тем не менее, есть вопросы, да, потому что есть и Индия, бросьте в меня камень ей, кто скажет, что там капитализм классический. И есть Китай, которому уж точно не капитализм. Да, они паразитируют на Соединенных Штатах Америки экономически. И как только США не смогут экспортировать китайские товары в Китае, начнется ой-ой-ой, что? Ну, собственно, именно по этой причине они сейчас и собираются устраивать такой национал-социализм с китайского разлива. Вот. Но все равно тогда, в 1917 году, и близко не было ничего. И на самом деле война, которая длилась до, там, 1938 года, это была война между, как это сказать, национальной российской общественностью, которая восприняла идеи Красного проекта, как самостоятельную идеологию, отличную от Маркса, и теми, кто пытался воплотить марксовские идеи в чистом виде. И те, кто пытался воплотить марксовские идеи, это вот коминтерные кампании, они проиграли эту войну. Но, правда, крови пролили очень основательно. Поэтому там вообще очень сложная картина. Вообще, вся проблема состоит в том, что в силу некой монополии государства на идеологию, что в США, что у нас, была придумана некоторая картина мира, она разная и там, и там, но она монопольная. Ну, условно говоря, в Холокосте сомневаться нельзя в Германии. Это уголовное преступление. А в Литве, соответственно, утверждение о том, что никакой оккупации не было, это уголовное преступление. Не административное, а уголовное. Вот, поэтому, ну, странный мир, да, вот. И поэтому адекватно описывать всю картину очень сложно. Собственно говоря, все наше выдающееся достижение в экономике стоит исключительно в одном. Что мы вот эту нынешнюю ситуацию описали с точки зрения политэкономии. Не языком экономикс, а политэкономическим языком. Оказалось, что это достаточно нетривиальная вещь. Что людей, которые умеют говорить на политэкономическом языке, почти не осталось. И более того, то, что нам это удалось, во многом потому, что я, например, не экономист. То есть в меня не вбиты эти мантры. Еще один вопрос. Но мы вернемся к этому делу, как вы сказали. Здравствуйте, меня зовут Майербек, я экономист. Михаил Леонидович. А вы знаете, чем отличается кредитная эмиссия от денежной? Сейчас об этом вопрос. Как раз об этом вопрос. Значит, сегодня мы проходим очень важный этап в истории. Переход к новому технологическому укладу. Возможно, даже к мирохозяйственному. С перемещением центра экономической активности с запада на восток. И в этот период очень важное значение приобретает инвестиции. Не верю. Можно дальше. Хорошо. Инвестиции. Как мы знаем, инвестиции, иностранные инвестиции, нам сегодня недоступны вследствие санкций. В принципе, на них и рассчитывать не следовало, даже до санкций. Сегодня встает вопрос о создании внутренних источников инвестиций, как авансирования экономического роста. Мне кажется, и вы разделяете эту точку зрения, создание проектных инвестиций. Наш центральный банк и денежные власти очень скептически к этому относятся. Не даст. Да, ссылаются на инфляцию. Но, как мы увидели на примере латания банковских дыр, инфляция их, в общем-то, не волнует. Была осуществлена непроизводственная эмиссия. А здесь речь идет о целевых проектах. Вы не путайте. Чужих и своих. Чужим нельзя, своим нельзя. Так вот, у меня к вам вопрос. Как вы считаете, чем руководствуются наши управленцы финансовые, экономические? Они хотя бы опираются на какое-то понимание, на какую-то теорию, какие-то механизмы этой инфляции они приводят или нет? Зачем им нужна теория? Или это просто идеологические предрассудки? Нет, это не предрассудки. Это личный интерес. Нет, это просто властная группировка. Которая замыкается на транснациональных финансистов. Логика такая. Прибыль должны получать свои. Какие-то странные вещи говорите. Дать кому-то денег, чтобы они получили прибыль. Чужим, что ли? Что за бред такой? Ну вы что? Своим надо, своим. Поэтому, соответственно, ситуация простая. Если вы хотите что-то сделать, вы должны прийти к нашим банкирам, показать им бизнес-план. Мы увидим, что в бизнес-плане прибыльность этой бизнес-схемы 17%. Тогда вам дадут кредит под 15%. А если прибыльность будет 60%, дадут кредит под 50%. Под 58%. Прибыль должна уходить правильным людям. Вот и все. Чем отличается кредитная эмиссия от денежной? Кредитная эмиссия, я так полагаю, это банковский мультипликатор. На основе имеющихся резервов банки производят электронные деньги, небумажные деньги в соотношении, по-моему, 10 к 90. Имея резерв 10%, банки через банковский мультипликатор имеют возможность производить кредитные 90% денежной массы. Правильно. Денежная эмиссия. Это когда центральный банк печатает наличные деньги и увеличивает денежную базу. Кредитная эмиссия – это увеличение кредитного мультипликатора. Прификсированной денежной базе. Она даже может иногда сокращаться. Эмиссия в Соединенных Штатах Америки, прямая денежная эмиссия, с 2008 года по 2014 год составила 2,5 триллиона долларов. Денежная база была увеличена в 4 раза. С 0,8 триллиона долларов до 3,3 триллиона долларов. Там 3,5. А инфляции не было. Почему? А потому что кредитный мультипликатор упал с 17 до 4. И расширенная денежная масса М2, которая обслуживает оборот, вообще не изменилась. А в 2014 году Обама остановил эмиссию, потому что опускать мультипликатор ниже 4 нельзя. И дальнейшая эмиссия привела бы к росту инфляции. А в высокотехнологичной экономике, где длинные технологические цепочки, допускать инфляцию нельзя. Потому что цепочки начинают рваться. Нет возможности прогнозировать хозяйственную деятельность. Ну, поскольку у нас еще не открылся формат политкафе Д, то есть деловой, я все-таки, тем не менее, задам вопрос в продолжение этой темы. Мы уже говорили об этом. Сегодня господин Силуанов, насколько я помню, выступая на форуме ВТБ, сказал, что в связи с падением инфляции, 3% открывается возможность для так называемой кредитной накачки. А кого кредитно накачивать? Вот сейчас вы и расскажете, кого. Я сначала людям просто объясню, потому что, я думаю, не все следили за этим форумом. Там речь идет о том, что они хотят сделать те же самые широкие перспективы, которые были в Америке в 1982 году, когда много-много кредитов обеспечили спрос и славно закончили в 2007 году, сами знаете чем. Ну, те, кто интересуется. Так вот, в этот момент Силуанова очень хищно блеснули глаза. Они такое впечатление, что реально хотят накачать. Это первый вопрос. А второй вдогонку, прежде чем передать. Сегодня, то есть не сегодня, на днях было сказано, что мы не будем проводить дефферизацию, на что указывал наш президент. По-моему, это две недели назад было сказано господин Шувалов. Вот по этим двум пунктам пройдитесь, пожалуйста, так, чтобы было понятно. Ну, понятно, что свои банкиры, поскольку, соответственно, я Центробанк, то я определяю, под что, соответственно, можно кредитовать. Значит, эмиссию мы делать не будем, резервные требования мы уменьшать не будем, дополнительное кредитование эмиссионное можем проводить, но только для своих. А если очень надо, то берите кредиты на Западе. И, соответственно, под это дело кредитуйте потребление. А потребители будут покупать импортные товары. И будет счастье. Да, вся прибыль идет на Запад, все долги остаются у нас. Песня. Ну, все так просто. Конечно, а что, собственно, такое уже было в 90-е годы, вам это все изобразили? Один раз уже. Мечта идиота, да. Мы сидим, а денежки идут. А насчет деапфоризации, я так понимаю, эта тема вообще закрыта? Естественно. Ну, а как? Опять-таки, своих же. Нельзя же своих обижать. А то, что они, соответственно, солнце наше закинули, так что первый раз, что ли? А как они его закинули с майскими указами? Вообще много чего. Вы уж меня простите, я в 97-98 году, будучи де-факто руководителем экономического управления президента Российской Федерации, контролировал деятельность правительства. Я уже тогда могу сказать, что исполнялось от силы четверть поручений президента. А после того, как экономическое управление разогнали перед дефолтом в мае-июне 98-го года, то между аппаратом правительства Кириенковским, который возглавлял тогда Джохан Полыева, и администрацией президента, который возглавлял Юмашев, было заключено неявное соглашение, которое отменяло ряд контрольных функций администрации. Например, до апреля 98-го года все проекты правительственных решений шли на согласование к президенту, прежде чем их подписывали. А я к ним писал сопроводительные записки. И единственное постановление правительства, которое было принято без согласования с президентом, из-за чего оно было подписано Черномырдиным в сентябре, а опубликовано было только в конце декабря, это было постановление 1480. Постановление, которое пробил тогдашний вице-премьер и министр экономики Уринсон со своим другом Косовым, в котором они узаконили взятки. Это было постановление о государственных инвестициях, и там было два замечательных пункта. Пункт первый. Дело в том, что для того, чтобы из специального фонда бюджетного выделить деньги государственные на какие-то проекты, нужно было, чтобы этот проект прошел государственную инвестицию. А на эту экспертизу деньги не выделялись. И они в этом постановлении 1480 или 1470, не помню сейчас, было два пункта. Первый. Разрешить претенденту оплатить экспертизу. А пункт второй. Потом, когда ему выделяются деньги на проект, он должен быть увеличен на сумму, затраченную на эту экспертизу. Ну, это же тюрьма. А, еще раз повторяю. Потом была совсем феерическая история. Единственный случай. Значит, вообще говоря, никакая юридическая законодательная система не позволяет, чтобы в юридических актах более высокого уровня была ссылка на акты более низкого уровня. То есть в законах нельзя ссылаться на указы, в указах нельзя ссылаться на постановления, в постановлениях правительства нельзя ссылаться на нормативные акты министерства. Ну, потому что у вас написан закон, ссылка на постановление правительство возьмет, и это постановление изменит. И как? Так вот, в законе о бюджете, законе о федеральном бюджете на 98-й год, он есть в интернете, можете посмотреть. Последний или предпоследний пункт написано, что выдача инвестиций государственных происходит в соответствии с постановлением 1480 от такого-то числа. Ну, Яше очень хотелось распилить денежки. Ну, просто вот у него руки тряслись. Он же понимал, что его выгонят скоро. И сама мысль, что денежки уйдут, она просто была для него невыносима. Ну, это... Вот, понимаете, да? А вот теперь неожиданно, а вдруг как спросят, а как так получилось? Типа, а срок давности вышел? Ну, а это неважно. Он вышел, а мы сейчас его обратно вернем, как преступление против государства, особо циничное. И что делать будут? Понимаете, мы не можем вернуть назад приватизацию. А вот осудить за нарушение приватизационных законов еще как можем. Восстановить срок давности по преступлениям в процессе приватизации. А там не было ни одной законной сделки. Вообще ни одной. Зачем? За точность выражения. Вопросы. Здравствуйте, Михаил Ильич, меня зовут Светослав Гончаров, я инженер. Сегодня Путин заявил, что нам нужно наладить кредитование реального сектора. Это что, это запускается процесс смены революционной дискуссии? Ну да, начинается консервативный реванш. Я же сказал, он идиот, да. Но только проблема в том, что эти люди этого делать не будут. Ну потому что они же не будут себе сами вены резать. Поэтому они будут валять дурака. Да, так вот, я забыл сказать, что принято было решение между аппаратом правительства и администрацией после разгона экономического управления, следующее, что критерием выполнения поручений президента считается написанный в срок отчет. И администрация президента обязуется все отчеты предоставлять в срок, аппарат правительства, но администрация президента обязуется эти отчеты не читать. Бумага пришла в срок, все, папку положили, закрыли, до свидания. И все. И мы все время как тот осел. А вы вспомните, это же была замечательная история. Кто вспомнит, как сняли Славу Суркова с руководителя аппарата правительства? С руководителя аппарата правительства. Но когда он стоял за столом, ему задали вопрос. Было совещание правительства, которое руководил Путин. И ему Слава стал говорить, мы тут выполнили майские указы на 87,5%, туда-сюда, тыр-пыр. На что ему Путин глядя сказал, а по существу? На что ему Слава Сурков совершенно обалдела? И это из протокола вычеркнули? Сказал, Владимир Владимирович, что значит по существу? Была же договоренность, что по существу мы не рассматриваем. Еще тогда. Но я напомню, что таких историй было много. И много людей пострадали. Маленков так пострадал, когда он там в 54-м году начал говорить секретарям обкомов. Ребят, работать надо, интенсифицировать. Иначе мы начнем рассматривать итоги вашей работы по существу. На что выступил Никита Сергеевич Хрущев. И сказал, зря вы так, Георгий Максимилианович. Тут люди заслуженные. И через несколько месяцев в пленум ЦК, где были самые первые секретари, снял Маленкова с поста председателя Совета Министров. Вот так вот. Я про это писал. Это было когда-то год-два назад. Да. Но мы все время первыми с вами встали этот вопрос. Почему они настолько всего не боятся? К чему я это говорю? Потому что... Я еще раз повторяю, они элита. Какая они к черту элита? Еще раз повторяю. Элита это элемент властной системы. Они элемент властной системы сегодня в России. Они элита. Вот мы быдло, а они элита. Поэтому мы законам подчинены, в том числе тем, которым они пишут. А они нет. Они не подчинены закону. И самый главный ужас для них в том, не в том, что их денег лишат, а в том, что их заставят соблюдать законы. Что их смогут наказать за нарушение закона. Это для них главный ужас. Отлично. Это хатонически. Очень понятно объяснили. Потому что самое главное понять психологию поведения, стимулы. Вот стимулы молодежи сейчас попробуем понять. Светлана, не экономист. Вопрос такой. Лет вам сколько? Мне? Ну, здрасте. Я взрослая. Я верю. Да, у меня правда есть дети. В чем десерт это? Я спрашиваю. 26. Да хорошо. Вопрос. То есть вы уже работали? Ну, немного. Хорошо. Вот вы сейчас рассказываете про элиту. А вы не боитесь, что они на вас наругаются? Или им на вас все равно? Вот именно наругаются. Скажите, пожалуйста, сколько лет я уже занимаюсь разными безобразиями? На моей памяти примерно с 99-го года. Промелькнули первый раз. Ну, там с 2000-го. Ну, да. А, и что? Ну, у вас мог быть гигантский особняк. В нем внутри мог быть лифт для поднятия машины на шестой этаж. Да, да, да. Особняка у меня нет. Это реальная особняк, которую я видел. Нашего чиновника. Еще раз повторяю. Особняка у меня нет. Да, я езжу на метро иногда. Вот сюда я приехал на метро. Прекрасное метро. У меня машине 6 лет. У товарища личное метро. Ну, и так далее. Но я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что когда человек начинает нарушать правила игры, то обычно следует наказание. Номер очень жесткое. Но вот когда я начал хулиганить в 98-м году, то одним из видов наказания, ну, я был 2 года безработным, меня запрещали куда-то брать на работу. И 10 лет не выездным. То есть я с 98-го по 2007-й год выехать из страны не мог. У меня просто паспорта не было. Более того, у меня где-то лежит бумажка из АВИРа, в которой написано, что мне не могут быть выдан загранпаспорт по причине письма из администрации президента, номер такой-то там ТРП. Вот. Неинтересно, неактуально. При этом секретности у меня не было. Я вообще не видел ни одного секретного документа ни разу в жизни. Они, собственно, мне были не нужны в моей жизнедеятельности. Но дело не в этом. А дело в том, что когда вы начинаете нарушать правила, играя с одной частью элиты, но на стороне другой части элиты, то тут ситуация совершенно меняется. Потому что наносить удар можно только при условии, что ты понимаешь, что те по голове не дадут. А вот дальше начинаются тайны Мадридского двора, о которых я рассказывать не буду. А вот хотелось бы узнать. Хотя бы без фамилий. А это я же сказал. А там и нету фамилий. У элиты нет фамилий. У элиты нет фамилий. Элиты – это анонимные силы. То есть в каждом конкретном случае можно пытаться кого-то найти. Но вот историю с Кофиананом я рассказывал. Вот типичный пример. В нашей книжке описаны истории 2003 года. Две истории. Ходорковский и Кофианан. Один проиграл, потому что Путин был игрок, а Ходорковский – жлоб. А, соответственно, Кофианан против Буша выиграл, потому что Кофианан – представитель элиты. И все. И Буш сломался. Вот арестовать сына Кофианана – это не масштаб президента Соединенных Штатов Америки. Не положено. Что ж там за силы такие? Да. Ну это да. Я просто хочу, чтобы услышал. Вот. Ну вот. И поэтому, соответственно, когда… Я же не просто так выступаю и говорю что-то. Я описываю некоторые расклады. И говорю что, ребята, смотрите, вот они вот тут делают вот так-то. И тем самым они наступают на пятки вот этим, вот этим и вот этим. Ну вот история, да, пресловутая. Когда я говорил о том, что… Я же рассказывал это много раз, что по просьбе американцев был возобновлен формат Дартмутской конференции в 2014 году. Я туда поехал. И 5-го, 4-го, 5-го ноября это было в городе Дейтоне, штат Ахайя. А город Дейтон знаменит тем, что это родина братьев Райт. И это родина человека, который придумал кассовый аппарат. У них там есть музей, в котором этих кассовых аппаратов, значит… Так вот, у нас там даже была пьянка в этом музее. Так вот, 4-го ноября были выборы в Штатах промежуточные. А 5-го ноября мы начали заседание с того, что все по очереди рассказывали. Как же так получилось, что республиканцы столь феерически победили? Я тогда сказал, что, в общем, либеральная модель заканчивается, и поэтому имеется два сценария. Модель сохранить нельзя, но можно сохранить институты, то есть банки. Но для этого нужно взять ресурс. У кого взять ресурс? У экономики Соединенных Штатов Америки. То есть завалить американскую экономику через неограниченную эмиссию, которая должна пойти в банки. Это один сценарий. А другой сценарий, наоборот, эмиссию в нужном объеме делает, но только под реальный сектор. И при этом завалить всю банковскую систему транснациональную. А систему местных банков, США 20 тысяч банков, и большая часть из них местные, вот их оставить. А всю вот эту транснациональную штуку, а они не нужны. И вот два сценария. Я сказал, что с точки зрения американского общества, которое в такие тонкости не влезает, первый сценарий ассоциируется с демократами, финансистами, а второй, соответственно, с республиканцами сегодня. И эта вот сила, вот результаты выборов 4 ноября 2014 года показали, что эта сила уже настолько велика, что она может выдвинуть человека, который сможет в 2016 году стать президентом. Трампа еще не было. Вот это я сказал там. А дальше у вас, соответственно, а дальше у вас появляется Трамп, при этом обращая внимание, эти силы двигали двух человек. Трамп у республиканцев, и Сандерса у демократов. Совершенно разных. И Сандерс бы выиграл у Клинтона, если бы контроль команды Клинтона над аппаратом демпартии не был бы настолько мощным. То есть все признали, что они нарушили все внутренние процедуры. То есть фактически занимались фальсификацией. Только не национальных выборов, а партийных. Суд сказал в Соединенных Штатах Америки, это внутрипартийное дело, мы тут ни при чем. Ну, как сказать, это внутрикорпоративные разборки. Да, люди из демократической партии могут высказать недоверие своим руководителям. Это их законное право. А вот вас в Америке услышали? Вот момент этой, как вы вырезали спьянки. Так, кстати, сегодня какое число? 24-й. Все уже, значит, у меня закончилась американская виза. Вернемся к вопросу. Вас самого услышали в Америке те самые американцы? Вот ваше мнение. Давайте я вам расскажу байку. Давайте. Значит, это было 5-го числа. 7-го числа нас появили на экскурсию в Госдеп. Всех. И вот, значит, нас выстроили в длинную цепочку в гостевой вход Госдепа. А там рамки, проверки с этого, с одного из участников нашей делегации, генерал-полковник отставного, кстати, сняли даже подтяжки. А я стою на улицу, жду, когда этот хвост пройдет. И тут неожиданно мне, значит, бывший посол США в Россию, аккурат в 98-м году, и дама, которая нас курировала от НУ, он мне говорит, Михаил, че вы будете там в очереди стоять? Пойдемте, мы вас через главный вход привели. У вас была в гостепе? Вот. И привели меня через главный вход без проверки документов, без всяких рамок. Ну вот. А как это ответило на вопрос, услышали ли вас Дейтани? А вы думаете, что если бы не услышали, то... Понимаете, я немножко понимаю, как это все устроено. Понятно. Аппарат, вот аппарат, а государственный, он очень, ну у нас он очень сильно испорчен, у нас практически нету людей, которые понимают традиции. А там-то это очень традиционная система, и она очень четко различает людей на тех, кто им интересен, и тех, в Америке точно, и тех, кто проходные фигуры. Вот это как бы было, я потом спросил людей, знающих, я сказал, Миша, тебе продемонстрировали, что ты им интересен. Вот таким вот способом. Что вот эти все, они все равно, там их не будет, там через 3 года, через 5 лет, а вот... Еще пару вопросов. Хадукин Владимир, я воспользуюсь, слышим, задам, правда, пару, два вопроса. Короткие. Первый вопрос. В вашей книге «Лестница в небо» вы там достаточно подробно описываете структуру властных группировок, но мне показалось, что вы там вообще не помянули про такое явление, которое вроде бы имеет к этому отношение. Это всякие тайные общества, там масоны, там иллюминаты, там иезуиты какие-нибудь. Они-то наверняка тоже как-то должны на все это влиять. Я очень не люблю конспирологию, во-первых. Во-вторых, на самом деле все эти тайны общества, начиная от масонов и кончая Бельгельбергским клубом, это как раз... Ну, Бельгельбергский клуб это еще и способ доведения элитной позиции до некоторой группы, которая как бы должна ее нести еще дальше. А всякие американские клубы, английские клубы, это как раз места, где формируется некоторый элитный консенсус. Вот в этом как раз специфика. Мы же там писали в этой книжке, что есть монархический вариант, а есть, когда есть царь. И все определяется царем. А есть вариант, когда у власти находится банда большая. Ну, олигархия. И тогда существует очень сложный процесс улаживания. К слову сказать, такие же клубы существуют и в окрестностях царя. Потому что все, кто работал с царем непосредственно, очень хорошо знают, что бумагу надо нести в правильный момент, правильного содержания. И наиболее опытные царедворцы, когда приходят на доклад к царю, они несут бумагу несколько вариантов одной бумаги. В зависимости от того, как разговор повернется. Второй вопрос. Именно поэтому меня очень рассмешило в фильме «17 мгновений весны» история, как Штирлис чуть не попался, когда в приемной Гиммлера его заловил Шелленберг, сказав, ну давайте вашу бумажку. Правильный ответ он должен был немедленно вытащить в ту самую бумажку, о которой он сказал. У него в папке должно было быть несколько бумажек. Ну, для отмазки. А второй вопрос. Вот какой. То есть в недавнем вашем выступлении я услышал, что вы упоминали криптовалюты как некую альтернативу существующей банковской системе, по крайней мере, которая как-то подменяет. И вот в связи с этим еще я хотел, чтобы вы это прокомментировали и гизельевские деньги. Ну, это инструменты. Я сейчас не хочу этим заниматься, потому что это, во-первых, это не экономический клуб, а политический. Не буду я про это говорить здесь, детали. Если вас интересуют детали криптовалют, вон есть Настя Заточная, вы ей звоните, посмотрите, если нужен ее телефон в Фейсбуке или еще где, которая была директором фонда Хазина, и где-то примерно месяц тому назад она как бы занялась вот этой самой криптовалютной темой. Ну и, соответственно, с ней поговорить. Она занимается у нас, в широком смысле слова, вот та группа, которая, она у нас занимается вот этой криптовалютной темой. Заодно удовольствие получите. А теперь если можно поменять в левую сторону и чуть вверх, на 11 часов, точнее, на час дня, как говорят. И отсюда будет вопрос сейчас. Хорошо. Это на 11 как раз. Час там. Михаил Леонидович, Константин пенсионер. Вопрос будет касаться главного условия восстановления суверенной финансовой и экономической политики России. Сужу вопрос. Была монархия, была система и орган стратегического управления страны. Россия была среди лидеров мирового развития. В Советском Союзе эту функцию старался выполнять политбюро во главе с генеральным секретарем. После развала СССР была создана иная система управления страны. В 2012 году УСАИД рассекретила данные о том, что оно финансировало написание и установление в Российской Федерации нужной Конституции, нужного налогового кодекса и нужной части первого Гражданского Кодекса Российской Федерации. Ну и как бы дальше мы так развиваемся. Вопрос. Хотелось бы ваше видение как экономиста, писателя, как вы видите, каким должен быть орган стратегического управления страны, который позволил бы проводить суверенную финансовую экономическую политику Россию. Ну тут могут быть разные варианты, надо разбираться. А вот я сужу вопрос, чтобы было больше. Понятно, что хотят либералы. Понятно, что не очень понятно, ну примерно хотя бы понятно, что хотят люди вроде правительства. А вот как выйти? С чего хотят люди такие, как вы? Позитивная программа ваша какая? Понимаете, в чем дело? А вот Владимир Ильич, Ленин, когда революцию организовывал, он же совершенно не знал, что получится. Он что, канадец? Бросил шайбу и играем? Он считал, что теория Маркса может дать ответы, хотя очень ограниченные. Когда он пришел к власти, он обнаружил, что она ответа вообще не дает и вообще не работает в крестьянской стране. И дальше они начали работать методом тыка. Сталин выстроил некоторую модель, но давайте смотреть правду в глаза. Это была модель государства-корпорации. То есть он создал в капиталистическом мире государство-корпорацию, в котором социализм был в перераспределении, но экономическая модель была та же самая, которая была до октября 1917 года. Это модель углубления, разделения труда просто один к одному. Это просто видно, как мы соревновались в некоторых вопросах, там, где мы хотели. Там, где мы не соревновались, там мы отставали. бытовой техники и прочая разная хрень. Но неважно. Так вот, я могу сказать только одно, что мы должны построить общество, построен на базовых консервативных принципах. Да, я даже назвал этому процессу, даже придумал этому процессу название консервативный реванш. Реванш, потому что мы все вышли из христианского общества, которое было безусловно консервативное, да и советское общество было абсолютно консервативное. Более того, СССР это был единственный реальный случай реализованного левоконсервативного общества. Собственно говоря, то, что сделал Сталин в 30-е годы, с конца 20-х, он перевел вот эту революционную марксовскую концепцию на рельсы левоконсерватизма. Потому что Марк, конечно, консерватором не был. Хотя каббалисты мне рассказывали, что Маркс, конечно, был каббалистом, что у него это просто из всех щелей лезет. Так вот, я считаю, что мы должны прежде всего восстановить вот эту библейскую ценностную модель, которая альтернатива противоположная либеральной. Мы должны вернуться к тому, что люди должны понимать, что они прежде всего работают на общество в целом. Любой чиновник должен понимать, что если он игнорирует и презирает людей, на которых он работает, он должен быть немедленно выгнан. Просто тут же. Если вы приходите к чиновнику, к врачу или еще чего-то, они, значит, типа, говорят, а что тут пришел-то? Кто только работает, мешай, но вот это вещь, с которой это трудно сделать. Понимаете, поэтому как должна выглядеть идеальная картинка, но я не Господь Бог, не говоря уже про то, что у меня есть очень сильный базовый недостаток, который состоит в том, что у меня нет гуманитарного образования. По части философии, социологии и всего остального, я там нахватался как чиновник высокопоставленный, но сказать, что я большой специалист, я не могу, и поэтому, когда я встречаюсь с людьми, которые в этом деле реально понимают, то, конечно же, я их очень внимательно слушаю. Еще один вопрос. Господин Роджерс. Александр Роджерс, экономист. Вопрос такой, значит, ну, у меня два вопроса. Первый, это отношение Трампа с ФРС. Получается, что ФРС на сегодняшний день играет четко против Трампа, потому что Трамп хочет... Наоборот. ФРС не может играть против Трампа после дела Строскана. Все чиновники ФРС понимают, что тут же, тут же дадут по башке. Это главная проблема, из-за чего попытались вытащить ФРС из-под юрисдикции США в 2011 году. Но Трамп говорит о том, что нужно эмиссию проводить для реального сектора, а ФРС включает долларовый пылесос в это же время. Смотрите, Трамп про части того, что надо проводить эмиссию для реального сектора, ничего не говорит. Он вообще старается на эту тему ничего не говорить, потому что он в этом деле не очень разбирается и совершенно не хочет выглядеть идиотом. Он вовсе не дурак и прекрасно понимает, что на те темы, где он не разбирается, лучше не говорить. Вот то, что он банкам денег не даст, это точно. Но про это он тоже не говорит. А что касается ФРС, у них проблема. Я думаю, они ее впрямую докладывают Трампу. Они ему говорят, Дональд Фредович, ты прости, но у нас реальная рентабельность капитала отрицательна. Нам надо повышать ставку. Повышать ставку можно двумя способами. Прямым просто тупо повышать ставку. Но тогда начинается, я прошу прощения за натурализм, полная жопа с накопленными долгами и корпоративными и частными. Но есть и альтернативный способ. Это ужесточение кредитно-денежной политики, увеличение нормы резервирования для банков, продажа обратно выкупленных ценных бумаг в 2008-2011 году и так далее. Это тоже де-факто увеличивает эффективную ставку. Вот они этим и занимаются. Другое дело, что они при этом попадают в ловушку 29-30 года. А какие варианты? предъявите хороший сценарий. Извините, а вот с этого момента чуть подробнее, что значит ловушка 29-30 года в нынешней ситуации? Значит, в 29-м году, в октябре, рухнул пузырь на фондовом рынке. И ФРС, естественно, смягчила денежную политику. А дальше фондовый рынок стал расти. И он стал расти. И где-то к марту 30-го года отыграл фактически уже половину спада. И все говорили, что все отлично, все, кризис закончился, все благостно. Кстати, легенды о падении людей из небоскребов это все вранье абсолютное. Это читайте Гелбрейта воспоминания, он там всю эту историю подробнейшим образом описывает. Это все пиар. Но дальше начались проблемы, потому что денег-то ввалили осенью много, а рынков стало меньше. И ФРС начала ужесточать денежную политику в начале 30-го года. И к марту-апрелю начался дефляционный шок, который мы видели по сентябрю-октябрю 2008-го года. Разница состоит в том, что тогда эмиссии массовой не было, потому что доллар был привязан к золоту, ну и вообще ФРС считала, что массовая эмиссия это неправильно. А сейчас они устроили массовую эмиссию. Но я обращаю внимание ровно до тех пор, пока мультипликатор не упал с 17-го до 4-го, что произошло к 2014-му году. Все. Поэтому вот сейчас ужесточение денежной политики это один к одному повторению января-февраля 30-го года. Ждем повторения марта-апреля дефляционного шока. Уже можно прочитать примерно сроки или это пока общий разговор? нельзя, потому что система настолько более сложная стала, что сроки не считаются. Понятно. Опять же, вы поймите, тут же что угодно, да? Цунами, наводнение, метеорит, самолет в башню попадет. Не выплата ипотеки? Я прошу прощения, те, кто читает наши обзоры фонда экономических исследований Михаила Хазина. Руки поднимите, есть ли такие? Вот тогда те, кто читает, там же написано, откуда, почему и из-за чего начал стрельбу этот самый перец, который, соответственно, был, был, там написано, что это должно было произойти. Вот так, как я 10 сентября 2001 года написал, что это должно произойти, так и тут, это должно было произойти. В общем, теория такая, что транснационалы вывели значительную часть своих денег, поставив на то, что новым мировым гегемоном будет Китай, и теперь стравливают Россию и США для того, чтобы ослабить их между собой. У меня вопрос. Как вы Китай будете контролировать? Вот вы не просто объясните, как вы будете его контролировать. Вот вы гегемон. Да? А я вам контр-вопрос. Но как-то сконтролировали Цинскую династию в 19 веке в ноль? Нет, Цинскую династию победили военной силой и купили. И купили. Потому что императрица Ци, да, вот которая, Ци-Си, она, соответственно, скорее всего, была изначально английским агентом. Ну, грубо говоря, тогда же нашли подходцы, может и сейчас найдут Босси, Лаи и всякие. То есть, попытки делаются. Один восемьдесят девятый год, что стоит. А пока не получается. Ну, я обращаю внимание, что, вот, кстати, еще один пример, да, много было попыток убрать братьев Кастро. Почему они не получились? Потому что одного генерала расстреляли. У братьев Кастро, ну, во-первых, был СССР, но была еще одна сила, которая была за братьями Кастро. И которая, с точки зрения влияния Вашингтоне, может быть, более сильная, чем СССР. Ватикан. Это ватиканский проект. И недаром Папа с Патриархом именно там встретились. Отдельная особо интересная тема. Но сейчас, возможно, будет еще одна. Все интересные темы у нас сегодня хватит. Кстати, я по этой теме не очень специалист. Я примерно знаю, что там есть, но как это все там устроено, этим я специально не занимался. У меня на это нет ни времени, ни сил. Добрый вечер, Дмитрий, аудитор. Несколько вопросов. Один, ладно. Один. эмиссия. Эмиссия в нашем государстве достаточно жестко ограничена. В прошлом или позапрошлом году случилась такая ситуация, что ЦБ разрешил выпустить деньги под облигации Роснефти. Революционная вещь. Так вот, еще один тезис. Всем понятно, что распилить легче на сколково, нежели на мостах. Понятно. По работе я достаточно много езжу и вижу, что деньги в инфраструктуру нашей страны просто вколачиваются. Вот реально, мы все живем в Москве. Все видели, что происходит в Москве. Сколько мостов и дорог строят тоже. Я просто не понимаю. В сытые годы в инфраструктуру не вкладывалось вообще ничего, вкладывалось в сколково. Сейчас, в условно голодные годы, почему-то я вижу в своей стране строится много инфраструктурных проектов. Внимание, эмиссия как-то отсутствует. У меня, как аудитора, дебет с кредитом не сходится. Есть такая вещь промполитика, которой тоже нет. Но почему-то у меня вот это вопрос. Откуда деньги? Почему деньги вкладываются туда, где распилить нельзя, а не там, где можно? А вам не переходила в голову одна маленькая деталь? что вложение денег в строительство Олимпиады может де-факто означать строительство совсем других объектов. В других местах, по другим задачам. На самом деле, то, что у нас называется распилом таких вот инфраструктурных объектов, это во многом способ скрыть от недружественного взгляда некоторые расходы, о которых им знать не стоит. Вот и все. А как-то вот тот же друж... А представим, что я тот самый американский спион в Сибирской тайге. Да. А какие? Что хотят скрыть? Слушай, Бог ради, зачем вам шпион в Сибирской тайге, когда и в Белом доме сидит в Министерстве экономики, в Министерстве финансов, про ЦБ, я уже даже не говорю про нынешний. Зачем вам? А тут дальше смотрите, да, вот он приезжает и видит, а, Господи, вот тут вот построили, да, мостик через ручеек стоимостью 10 миллиардов рублей. Говорит, да как же так, он же стоит 200 миллионов, а куда делись остальные? На что ему, значит, местные люди похлопывали по плечу и говорят, все утилизировали. Вот. Все, все, местные ужасные, это ужасный кооператив озера пришел, утащили все. Сердюков все утащил, все утащили все. Ничего нет, ничего не осталось. А где ездит наш мирный трактор в результате? Хороший вопрос. Нет, это не значит, что нет вредительства, потому что, например, есть заводик, который производит нечто очень важное для нашей оборонной промышленности, без чего, в общем, нам будет очень-очень плохо. Но этот заводик стоит в таком месте, на котором было бы кое-кому очень выгодно построить домики. И по этой причине уже там три года пытаются отбить людей, которые уже проплатили деньги за то, чтобы их назначили директором этого заводика с его ликвидацией. Под это делается дикий пиар, что якобы уже в других местах построили аналогичные заводики, что они уже приступают к работе и т.д. и т.п. Ну и так далее. Нет, вредительство выше крыши. Никто и не спорит. У нас кафе вредителей нет, у нас есть только люди, которые задают вопрос. Вот еще один. Добрый вечер, Михаил Леонидович. Александр Попов, муниципальный депутат района Измаилова. Я вас все равно не вижу, потому что там прожектор светит. Поэтому вы говорите, а я на вас смотреть не буду. Хорошо. Смотрите, у меня такой вопрос. Насколько я знаю, вы баллотировались на должность ректора Российского государственного гуманитарного университета. Нет, вы меня с кем-то спутали. Тогда вопрос другой. Вы начали говорить, а... Я... Понимаете, в чем дело? В наше время ректор любого института это прежде всего бизнесмен. Я не хочу заниматься бизнесом. Я пытался это делать в ранние 90-е годы и понял, что это совершенно не моя деятельность. Более того, меня от нее воротит. Поэтому такого рода вещами я заниматься совершенно... Не на какую административно-хозяйственную деятельность или просто хозяйственную или бизнес-деятельность я не пойду. Годы мои не те. Да? А что касается много денег... Да? Ага. Какие ваши годы? Ну, какие мои годы? Уже скоро на пенсию мы. Вот. Тогда у меня такой вопрос. Вы начали очень... Нет, это не значит, что я не хулиган. Это безусловно. Как говорил Мишель Деларош-Фуко, герцог. Зато и любим. Герцог. А старики потому так любят давать добрые советы, что уже не могут показывать дурных примеров. Так выпьем же за то, чтобы у нас еще была масса возможностей дурные примеры показывать. Продолжим. Михаил Леонидович, тогда такой вопрос. Вы начали очень интересно рассказывать про властные группировки. Я просто сейчас тоже вашу книгу читаю «Лестницу в небо» с огромным удовольствием. И привели пример, что там наказывают, если нарушаешь какие-то правила. А вот насколько вообще возможно восстановить доверие, восстановиться во властной группировке? Или если ты оказался в проигравшей группировке, то все, надо сматывать, так сказать, удочки? Ну, надо сматывать или еще что-то искать, но в общем шансов на восстановление очень мало. Очень мало. То есть я знаю только один пример человека в истории Советского Союза, который сумел чуть не погибнув потом выйти на уровень члена Политбюро. Как его звали, кстати? Ельцин, насколько я понимаю. Нет, не-не-не, Ельцин совсем другая штука. Микоян? Нет, Микоян никуда не исчезал. Что, в Беларуси был? Королев? Нет, 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 нет. А это был очень интересный человек, очень интересный. Именно ему мы обязаны появлением, в том числе, Владимира. Вы про Яковлева? Владимир? Нет, Владимир Яковлев человек, который попал в локальную опалу. В локальную, но не в глобальную. А человек, который реально чуть не погиб, это был такой человек оттокуясь. А который был, он должен был исчезнуть вместе со всей командой Коминтерна Зиновьевской. И его под это готовили. Потом он должен был исчезнуть вместе с командой из ГРУ, где он был заместителем начальника. Тоже по той же причине. Но он попал под финскую войну и был назначен первым секретарем Карелло-Финской республики. Потому что в случае большой победы он должен был стать лидером независимой Финляндии, но советской. А дальше он там воспитал комсомольца Карелло-Финского Андропова. И именно по этой линии вылезла конвергенция. И стал и вернулся в политбюро в 55-56 году со Хрущевым. Это очень нетривиальная фигура. Но он вернулся только потому, что он как раз шел по линии той самой команды Коминтерновска-Троцкистской. А Хрущев был из Троцкистской команды. Вот. И соответственно он-то как раз показал пример того, что если у тебя действительно сильная команда, то она тебя может вытащить. Вот. А вообще это невероятно сложно, почти невозможно. Еще один вопрос. Все равно налево. Либо же нужно это делать совершенно другими способами. Слева. Добрый вечер, Михаил Леонидович. Меня зовут Александр. Я предприниматель. у меня много вопросов. Целые две страницы. Я понял, можно только один. У меня вопрос такой, что вроде как идет закат Пакса Американо, появится несколько центров со своими территориями, со своими финансовыми системами. И возможно ли, чтобы одна из этих финансовых систем или один из этих центров перешел на социалистический или красный проект? То есть возможно это будет наша страна? Смотрите, Китай очень специфическая форма. Сейчас он перейдет на национал социализм. Это будет фашистское государство. Но там будет китайский фашизм. То есть для китайцев это может быть вполне себе приятная форма отправления. Для нас нет. Тут есть правда варианты. Вот читайте Андрея Девятого. Дело в том, что у Китая проблема. У него нету модели развития. И эту модель ему никто дать не может на сегодня, кроме нас. Я про это скажу еще немножко, когда мы будем завершать, где-то через полчаса. Значит, дело в том, что разрушение вот этой либеральной империи неминуемо создает колоссальное количество бедных людей, которые будут составлять десятки процентов от населения развитых стран. Франция, Германия, Британия, Соединенные Штаты Америки. Может быть, даже больше половины. Люди, которые привыкли жить, но в их понимании прилично, и которых лишили всего. Прежде всего, надежды на будущее. Это самое страшное. И такого рода люди, они обычно бросаются в разного рода экстремистские направления. Собственно, переходят в антиэлитные группы. А антиэлитные группы сегодня бывают трех видов. Это экстремизм религиозный, это экстремизм националистический. Вот Украина классический обращик, Польша, Прибалтика. Это на самом деле национальные экстремисты, там пришли к власти. Но я напоминаю, что фашизм это вообще европейская ценность. Как только у них падает уровень жизни, они все становятся фашистами. В 30-е годы, если вы помните, на территории Западной Европы были только две страны, в которых не было полуфашистского или фашистского режима. Это была Чехословакия и Швейцария. Во Франции очень сильны были такие там были очень сильные реформы. В 38-м, в 39-м уже началось. Во время Великой депрессии там уже началось. А все остальные чистые фашистские режимы, прибалтийские страны, чистый фашизм, но еще была Швеция относительная, но Швеция была нейтральной страной, которая жила на транзитах. Собственно, Воленберга за что посадили? Там много было разных историй. Самая последняя история, почему молчал Запад по поводу Воленберга. Дело в том, что знаменитое немецкое наступление в Орденнах, когда они чуть этих самых англо-американцев не уконтропили полностью, оно произошло по одной единственной причине, потому что Воленберге и мы Швеции поставили горючее, которое до этого они получили из Соединенных Штатов Америки. Вот. Так вот, там еще много было разных историй. Так вот, сбился я. Воленберге фашистские режимы. Фашистские режимы, да. Так вот, два направления, национальный экстремизм и религиозный экстремизм, ну это ИГИЛ, да, это понятно. А третья сила, которая пока в пассиве, это коммунизм. А дальше китайское правило о связке трех сил. Две в активе, одна в пассиве, выигрывает та, которая в пассиве. Поэтому я считаю, что, собственно, как Китай выиграл на противостоянии с США. Поэтому я считаю, что лет через 10-15 призрак коммунизма вернется и будет очень живенько. Прошу прощения, в связи с тем, что у нас 15 минут осталось видео, все-таки хотелось бы вернуться к вашей книге, которую вы сейчас пишете. Я пишу книгу про экономическую, про то, как устроено условное название идеи современной экономики. Но там речь идет о возможности смоделировать по крайней мере экономическое будущее. Нет, там о будущем очень мало. Вы поймите, давайте, хорошо, поговорим о содержательной части. Смотрите, в чем вся проблема. С чем мы сейчас пришли, что от нас хотят. Я рассказал историю про Госдеп, но началось это раньше. Три года тому назад ко мне подошли на Астанинском экономическом форуме, ко мне подошел такой американский профессор Марк Узан, который очень активно крутится во всех этих МВФ-овских кругах, вот этих. И сказал, Михаил Леонидович, мы тут пишем книжку сборника СССР о судьбах Бреттон-Вудской системы, не напишете ли вы. Ну, я написал СССР, перевел ее, одноклассник мой, Волочка, Ватуровский, и отправил ему, и забыл про это. И вот в декабре прошлого года, год назад, приходит, значит, эта книжка, голубая, такая, значит, кремовая бумага, серебряный, нет, уже два года назад, серебряный обрез, значит, и серебряными буквами 60 с лишним фамилий людей, которые, значит, написали эти эссе. И, соответственно, предисловие Кристины Лагард, в интернете книжки нету, в книжных магазинах нету, рассылается, как подарочные экземпляры, председателям центра банков, министрам финансов, руководителей крупнейших банков, ну, типа, там за компания вы попали. Вот, и там, значит, от России три человека, значит, Руслан Гринберг, ну, как представитель академической школы, еще советской, Сергей Гуриев, ну, этот, понятно, и я. Кстати, 10 ноября в Москве будет презентация русского издания этой книги. Поскольку Сергей Гуриев у нас теперь враг народа, значит, мы с Русланом Гринбергом будем как главные теоретики финансовой науки в России. Вот, я, значит, я долго думал, как мне туда приходить. В конце концов, я придумал, да, я пристану к своей дочери, 31 октября же Хэллоуин, я ее попрошу найти какой-нибудь у ребят, каких-то, ее там, однокурсников какой-нибудь такой костюмчик, такой, такой, дьяволический, и в нем приду. Ну, типа, должен же я всем объяснить. Ваше выступление запомнится. Безусловно. Оно и так, оно и так запомнится. Не, ну, действительно, а я не знаю, но я не помню сейчас. Они мне прислали приглашение, но я не помню. Вот. Ну, это там делает чуть ли не не то РЭШ, не то высшая школа экономики, не очень круто, вот такое, да. Но поймите, это все же наши для них это, ну, грубо говоря, пропагандисты провинциальных райкомов партии для профессоров высшей партийной школы. То есть, их даже не принимают. То есть, на серьезные конференции, которые там, грубо говоря, внутренние разговоры на эту тему где-нибудь в МВФ или Мировом банке, наших туда просто даже не приглашают, поскольку они шелупонь такая недоразвитая. А тут как бы столь, ну, грубо говоря, это же книжка, что в этой книжке люди, которым разрешено высказывать свое мнение публично для всех. То есть, это на самом деле, как не сказал человек, который знаком, говорит, Миша, ну, смотри, если ты оформишь все это правильным академическим образом, лет через 15 попадешь в короткий список на эту самую Шнобелевскую премию. Нет, могут и не дать, но в короткий список попадешь. Мне это как бы очень смешно. Что? Ну, я книгу-то пишу, да. Я просто тут меня как-то спросили, почему я поругался с Олегом Григорьевым. Я долго думал, ну, вот как это объяснить, и наконец я понял, в чем дело. Я объяснил, что Олега Григория мания величия, а у меня настоящая мания величия. А в чем состоит мания величия Олега Григориева? Я говорю, он хочет получить премию имени Нобеля или там памяти Нобеля. Я говорю, ну, хорошо, а в чем состоит настоящая мания величия? Я говорю, она состоит в том, что я еще для себя не решила, достойны ли они вообще рассматривать мои труды. Вот. Ну, типа, кто они такие? Жулики же, да, очевидно же совершенно. Что это за премия, которая уже 10 лет вообще нету ни одной работы, которая бы касалась современного кризиса. А чем она? К чему она? Максим Леонидович, саморецензия. Михаил. Ой, извините, Бугороди, Михаил Леонидович, саморецензия. Я валяю дурака. Не мешайте. Вот. Так вот, значит, поскольку я теперь классик, признанный, Кристин Лагард подписалась, руководитель МВФ, то я, правда, у нее уже после струска у МВФ репутация подмочена, но все равно. Так вот, значит, ключевой вопрос, да, опять-таки, ключевой вопрос, как будет меняться мировая экономика, как будет меняться структура, как будут меняться структуры цен, ну вот тут есть предприниматели, да, представьте себе, вы же понимаете, кризис, да, падают и доходы, и затраты. У одних компаний доходы падают в два раза, а затраты в полтора. и они банкроты. А у других компаний доходы падают в полтора, а расходы в два. И они в шоколаде. А можно ли узнать сегодня и туда инвестировать? Вот сейчас. Ответ. Вот сегодня ответ такой, да, можно. Я умею это делать. И более того, мы даже написали математические модели, написали программы, и мы это уже умеем делать. Что утопия? Утопия. Я говорю математические модели. А умеем. Другое дело, что мы это делали только на модельных примерах, потому что эта работа большая, и делать ее без финансирования бессмысленно. Поэтому мы ждем клиентов. Первый. Вот. И именно по этой причине мы решили, что надо все-таки вот эту тему развивать, собственно, что делать. Поэтому мы поехали в Вену и создали там, вот этим летом, ну, собственно, регистрация уже прошла, ну, там всякие формальности, а Международный институт социальных и экономических исследований в городе Вене, кое я теперь и представляю. То есть я теперь не просто консультант и такой эксперт, а я теперь международный эксперт и представляю Венский институт. Значит, и фокус состоит в том, что почему, как вы понимаете, создать в Вене институт без поддержки местных невозможно. Почему мы вообще решили поехать в Вену? А дело в том, что как только Трампа избрали, я сразу же сказал, что теперь первый вопрос, который при этом возникнет у всех, а есть ли вообще нелиберальные методы управления экономикой? Ну, есть ли победила та команда, да? Тут-то выяснилось, что нелиберальный школ в мире не осталось. Вообще. Вообще. Кроме России. И мы туда приехали, и говорили, ребята, смотрите, а вот мы вот такие. Мы вовсе не хотим сказать, что мы самые умные, но мы носители языка, которого больше нигде в мире нету политэкономического. И более того, у нас есть доказательства, что на этом языке можно описать некие процессы, которые на либеральном языке не описываются. Вот смотрите, вот наши модели, что показывают. Вот кризис России 2008 года, а вот кризис мировой 2008 года, а вот кризис России 1998 года, вот прогнозы МВФ, вот наши прогнозы. нам сказали, вы как интересно, давайте мы с вами на эту тему порассуждаем. Вот значит, мы едем в ноябре рассуждать на эту тему. Вот. И дальше самое интересное. Дело в том, что если мы посмотрим главные потери России за последние 100 лет, какая? Какая главная потеря России за последние 100 лет? Их столько, что... Нет, главная потеря. У нас летом 1918 года были убиты все представители мировой элиты. Все. Причем сделали это по инициативе их же родственников из Лондонска, поскольку им не нужна была конкуренция. Сталин чуть было не вернул ситуацию обратно, но не получилось, поскольку он выстраивал другую систему, которая не вписывалась в элиты мировые, так сказать, исторические. Ключевая наша задача сегодня вернуться в мировую элиту. Вопрос, а чем мы можем вернуться, типа 2% мировой экономики? Ну, не 2, а 4, а может и больше, но почему? Потому что в Соединенных Штатах Америки если мы начнем честно считать, так же, как у нас, то тут сразу возникнет целая куча вопросов. Реальный ВВП России находится на уровне трех стран Франции, Великобритании и Германии. А? Нет, каждый по отдельности. То есть первая страна мира это Китай, вторая США, третья Япония, что такое Индия это науке неизвестно. А значит и про Китай на самом деле науке неизвестно, но про Китай известно, что он большой. А вот дальше соответственно мы, да, вот Франция, Великобритания, Германия, Россия. Франция походу в кеменчик гораздо. Господа, господа, господа. Еще раз повторяю, ВВП это бухгалтерский показатель, как считать. Так вот, как бы давайте мы ведем поправку на площадь, тогда сразу мы станем очень больше. Или наоборот, поправку на плотность населения, тогда мы сразу станем меньше, ну и так далее. Значит, у нас есть единственный козырь сегодня, абсолютно невынимаемый, его нельзя оторвать от России. Этот козырь это мы носители альтернативного экономического языка, на котором можно написать будущую экономическую модель. Доказательство этого то, что мы написали модель кризиса. Вот никто не смог, а мы написали. Шнобелевские премии не зря выдают за всякую прости господи херню, потому что они не могут написать модель кризиса, а признаться они тоже не могут, поэтому они изображают, что кризиса нет. Ну или говорят, что типа вот мы даем работы, которые уже показали в истории, 20 лет назад кризиса не было, поэтому, ну это вы же понимаете, что это все стоит. А соответственно, мы сегодня, мы написали модели, поэтому есть очень большая вероятность, ну я собственно в этом уверен, но это уже мои личные проблемы, что мы можем написать вот эту самую новую модель. А если уж мы новую модель напишем, то мы можем и выучить людей под управлением этой моделью. Но делать это нужно здесь. Если меня вытащить в Гарвард, я буду говорить на их языке. Я, кстати, не учу английский язык, это лишнее совершенно, и даже в некотором смысле опасное, для того, чтобы не сбивать правильный ход мысли. Вот такая вот история. Поэтому, а это очень важная штука, вот этот козырь мы можем разыграть. И надо его разыграть. Ну вот, и по этой причине трогать меня нельзя. Есть ли еще вопросы? Вот. Вот вопрос еще. У меня очень коротенький вопрос. Я думаю, что маленький будет ответ. Ольга Петровна, Толесникова, эксперт. Скажите, пожалуйста. Я прошу прощения. Чисто технический момент, я сейчас повернусь обязательно. Извините, Богороди. Значит, на этом наша видеочасть заканчивается на канале Политкафе, но еще пишет Нейромира. Мы прощаемся, до следующей встречи и благодарим, так чтобы видели все в интернете нашего гостя за и надеемся. Спасибо.